Привет, я Аня, и ты на канале Magic Family, и сегодня, ребята, по вашим многочисленным просьбам я расскажу аж 50 фактов о моей собаке-покемоне Юмичу. А ты подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики о нашей жизни, и поехали! Кстати, если вы хотите такие видео с фактами о других моих животных, ставьте лайк и голосуйте в вопросе, кто следующий. Сейчас Юми серьезная и сонная, но кто смотрит наши каналы давно, тот знает, что она совсем не такая. В общем, Юми родилась 27 декабря 2016 года, и ей нет даже годика. Не лежись! Юми породы Чихуахуа, и породословно ее зовут Аморе Амарусио Синди. Это Юмины родители, папа и мама. Мне кажется, она больше похожа на маму, а вам? Когда я увидела ее щеночком на фото и видео, она была такая милая, и я, конечно, захотела ее забрать. А вот на канале впервые она появилась 5 марта 2017 года. И появилась она очень эпично. Она накакала какашку прямо возле лежанки, когда я снимала ролик. Юми обожает ходить на задних лапках даже просто так, и складывает передние так, как будто она просит. Юми знает разные команды, но я учу ее не цирковым каким-то командам, а важным для жизни. Хотя мы учимся делать и кое-что милое. Юми, погрусти! Софи и Миша стерилизованы, но Юми пока что нет. И я думаю, что я не буду стерилизовать Юми. Может быть, у нее будут щенки. Но это не точно. Возможно. Но это не точно. И у Юми есть еще одна смешная привычка из детства. Грызть уши Эйвона. Она прямо берет его ухо в рот и грызет. Не зубами, конечно, не больно, а слюнявит и обсасывает. И может это делать очень долго, а Эйвон никогда не бывает почему-то против. Да, Юмичу? Если вы хотите видео о странных привычках моих питомцев, то я его сниму, ведь у каждого животного есть какие-нибудь странные привычки, как у людей. Юмичу очень любит фотографироваться. И вот, например, когда вы видите какую-нибудь прикольную фотку, вы часто просите сделать то стикеры с Юми, то какие-нибудь значки, всякие товары. А недавно после фан-встречи, на которой я сделала специальные футболки Magic Family, ребята сказали, что нужно вообще постоянно создавать такие футболки и продавать их. Хорошая идея, как заработать деньги. Вот вы кидаете мне интересные идеи то в комментариях в Инстаграме, то в соцсетях. Но почему бы вам самим не попробовать воплотить какую-нибудь свою идею заработка в жизнь? Я вот, например, узнала, что 16 октября Ранхикс, а это, кстати, Академия при президенте России, открыла регистрацию на Всероссийский кубок по менеджменту «Управляй». То есть, если ты студент, выпускник, экономист или управленец, и у тебя есть идея крутого бизнес-проекта, то ты можешь проверить ее на практике. Собираешь команду, 4-5 человек, регистрируешься на сайте проекта и участвуешь в бизнес-игре. За один день этой бизнес-игры ты проживаешь со своей идеей целый год жизни. Ну и заодно проверишь, работает она или нет. И, конечно, крутые призы. Гранты на обучение в Ранхикс, стажировки в крупных компаниях и даже возможность получить работу в одной из них. Если бы я была сейчас выпускницей-студенткой, то я бы по-любому поучаствовала, потому что это огромный опыт. Так что, ребят, я, как всегда, хочу, чтобы вы развивались, поэтому ссылку на всю информацию я оставлю в описании к этому видео. И, кстати, 29 ноября последний день приема заявок, так что торопитесь. Ладно, ребят, поехали дальше. Кстати, по поводу Софиши я скоро выпущу ролик. Спасибо вам большое за поддержку. И вот вы видите, Юми лижется опять. И она любит лизать не только меня, она лижет вообще все подряд. Я иногда задумываюсь просто, как у нее язык не устает. Она все хочет попробовать на вкус своим языком. Я вообще отучаю своих собак от вредных привычек, но почему-то эта привычка... Нет, мне у нее очень нравится. Это так мило. С самого детства Юмичу все носит в свой штабик. Так я называю ее лежанку или домик. Один раз я раздала всем много игрушек, а потом зашла в комнату и обнаружила, что она все их снесла в свой штабик покемона. Короче, видимо, маленькая жадина. Юмичу реально умеет и самое главное любит лазить по деревьям, как кошка. И когда она видит дерево, на которое можно забраться, она обязательно карабкается на него. Но, конечно же, я ее страхую на всякий случай. Юми единственная собака, которая очень дружит с котенком Алисой. Они реально как настоящие друзья. Они вместе спят, они вместе играют и все делают вместе. Хотите, кстати, я сниму видео про их дружбу? Когда мне подарили для кисы Алисы указку, я узнала, что Юми, оказывается, тоже их очень любит. Можно, кстати, видео об этом снять. А еще Юми очень любила в детстве все воровать. Например, я распаковываю какую-нибудь посылку, она обязательно что-нибудь даутащит. И потом я это нахожу у себя в кровати. Но сейчас она уже так не делает. Когда я впервые одела на Юми ошейник, она спряталась, и я долго не могла ее найти. Я даже видео такое снимала. А один раз я тоже снимала такое видео, я раздала собакам куриные шейки полакомиться, и Юми Чу от жадности проглотила целую шею целиком. И я потом ее спасала и вытаскивала у нее. Это было очень страшно. Юми делали операцию на пупочную грыжу. А когда Юми была маленькой, у нее долго не вставали ушки. Юми очень любит играть, и не только с кисой Алисой и собаками, но и сама по себе. А Юмин хвост, это, кстати, игрушка для кисы Алисы. Если Эйвон и Миша любят мячики, а Софи пищалки, то любимые игрушки Юми Чу, это вот такие вот игрушки мягкие тряпочки. Она прям обожает их таскать, дергать во все стороны, и чтобы я их у нее отбирала. И желательно, чтобы они были тоже с пищалками. Еще один факт о Юмичу, ребята, она любит все держать во рту. То есть ей можно дать любой предмет, который не слишком тяжелый, и она будет его держать во рту. Алиса, как всегда, устраивает трэш вместе со своей подружкой. В общем, на моем канале Animagic вышло видео, ссылочку на него я оставлю в описании. Там тоже факты обо мне, учебе, школе и вот всяком таком. Так что переходите, смотрите, когда смотрите этот ролик. Там все нормально? Изначально я назвала ее по-японски Юми, но потом я заметила ее безумную любовь к покемонам и решила добавить к имени Юми Чу, как Пикачу. И теперь Юмин цвет в семье желтый, а я собираю все, что связано с Пикачу для Юми. Лежанка вот, одежду, игрушки и другие штучки. У Юми даже банданки наши традиционные с покемоном. Когда Юмичу впервые в жизни увидела воду, она сразу побежала туда, как будто это земля. И только потом поняла, что плывет. Так она впервые поплыла. Но потом мы ходили на речку несколько раз, и Юмичу плавает очень красиво. Еще одна интересная черта Юмичу, как вы уже успели заметить, я называю ее отключка. Как только берешь ее на руки, она реально как будто вырубается и может прямо уснуть на руках. Кстати, дома я не всегда называю ее Юми, я очень часто называю ее покемоном, а еще веником из-за ее хвостика. И очень часто зову ее пирожочком. У нее бывают щечки, так цепляются за зубки, и мордашка похожа прямо на пирожочек. В детстве Юмичу была немножко похожа на котенка, из-за того, что на темной мордочке было сильно видно белые длинные усики. Наша знакомая ветеринар считает, что Юмичу похожа на красную панду. А вы как считаете, похожа она на нее или еще на кого-нибудь? У всех собак голоса отличаются, и я могу узнать голос Юми среди всех остальных. Он у нее очень звонкий, но лает она не так часто. Я его слышу редко. У Юми есть еще одна очень смешная привычка – сильно задирать голову. Она не только ее задирает, а как-то прям наклоняет назад, как будто спрашивает что-то, или не понимает, или очень гордится. Софи в детстве так же делала, и я называю это поза «Гордость». Вот она опять так делает, и, кстати, вот у нее есть, например, темное пятнышко на подбородке. Может быть, снять факты о телах моих собак? Юми очень любопытная, и ей обязательно все надо изучить. А еще она очень смешная, когда устает. Она прям как маленький ребенок. Кстати, у Юми есть тату. Шучу, конечно, это клеймо, которое ей поставили при рождении. Посмотрите на эту милоту. Покемон! Юми очень прыгучая. Она прям залетает на диван, когда я на него сажусь. Может быть, поэтому она очень любит лазить по деревьям. Она обожает спать прямо на мне с самого детства. Когда она была очень маленькая, она спала у меня на груди и сворачивалась калачиком. Но сейчас она уже выросла и очень тяжелая, поэтому она спит у меня либо на животе, либо прямо на ногах. Не в ногах, а на ногах и на животе. Короче, прямо на мне. Когда Юми не на руках, она очень активная и быстрая. Может быть, поэтому к ней прицепился еще покемон. А вот когда я начала ее озвучивать для Magic Pets впервые, у нее еще были молочные зубы, ну, в смысле, менялись зубы, и я решила, что она будет шепелявая. Вот так и осталось до сих пор. Юми бывает очень смешно. Иногда она делает такие вещи или делает такие мордашки, что хочется просто смеяться без повода. Юми не очень любит мыться, но она приучена к таким вещам, как стрижка когтей, мытье, чистка зубов, и поэтому ведет себя послушно. Она обожает гулять, но знает команды рядом и камней, поэтому часто гуляет без поводка. Юми очень интересуется хомяками реки Лаки и муравьями. Она вообще всем интересуется. У Юми долго было два ряда зубов, то есть молочные не выпадали, а коренные уже выросли. Что там такое? Киса Алиса там что-то творит, да? Не лежись! Но сейчас с прикусом у Юмичу все хорошо, и зубки выпали сами по себе. Юмичу очень любит покушать и очень любит лакомства, в отличие, например, от Эйвона. Мне кажется, что Юмичу, не лежись, никого особо не выделяет, то есть она одинаково дружит и с Софией, и с Эйвоном, и с Мишей. Разве что киса Алису она любит больше всех. Вот киса Алиса куда-то пошла, и Юми теперь не может усидеть. При всей своей активности и жизнерадостности, когда она не на руках Юми, очень послушная и понимающая собака. Да? Сейчас кадр называется «Найди кису Алису». В общем, я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы захотите еще факты о моих каких-нибудь других животных. Если да, ставьте лайк, голосуйте, и переходите по ссылочкам в описании, и увидимся в новых видео. Пока!